здорово всем привет привет как у вас дела мы продолжаем играть в астронор да это игра астрона и ребятки это свершилось наконец-таки 400 лайков было под пред пред ведущим под предыдущим да нет под пред пред ведущим короче вчера которое видео вышло под ним было набрано 400 лайков и сегодня как и обычно вторая серия в день но не забывайте если наберете и под этими видео 400 лайков то тоже будет два видео завтра так что мы продолжаем продолжаем и будем мы с вами делать знаете что ну во первых давайте расскажу что я сам сделал в предыдущем видео вы помните мы и летали на их не экзотическую а кислотную планету набрал ресурсов и из ресурсов сделал батареи смотрите вот вот здесь вот поставил вот тут он поставил наверху еще одну батарею поставил то есть здесь поставил чтобы как сказать ну наблюдать что ли за количеством энергии опа опа че я увидел смотрите вот видите вот секундочку секундочку вот так вот кусочек кусочек земли который оторвался то есть внизу поставил специально для того чтобы наблюдать да сколько у меня энергии вообще есть то есть первые которые энергии будет кончаться она будет здесь даже две батареи здесь поставил то есть когда я буду использовать она начнет сначала здесь то есть от дальних так скажем ресурсов и использоваться то есть допустим мы используем на печи и вот самые дальние ресурсы в энергии от печи которые находятся как раз таки наверху они сначала будут использовать и когда уже здесь начнет тратиться и по моему так работает я могу ошибаться ребят когда здесь уже начнет тратить тогда я буду понимать что она там уже все расходуется да так что мы будем изучать давайте вот кстати можно допустим допустим вот так пока что что байты приносила мне ресурсы в принципе можно изучать да чем мы сегодня займемся я сегодня переделаю ровер и сделаю уже нормальный ровер точнее ровера планета ход полноценный но есть такая проблемка да смотрите вот этот вот принтер до который нам нужен собственно который создает да вот эти все устройства он закрывается на данный момент в игре нету никаких устройств которые бы принимали на себя шаттлы ну то есть какие-то платформы станции да или еще что-нибудь такое вот и это тоже есть проблема проблема заключается в том что шаттл когда приземляется а он приземляется именно перед транспортным боксом да он занимает место и в этом транспортном боксе уже ничего нельзя создать хотя в дальнейшем разработчики переименуют его в большой принтер то есть это среди средний принтер а вот при переименуют еще и в большой так мы давайте наберем соединение еще немножечко да то есть вот так вот и теперь мы можем себе позволить сделать еще один принтер то есть как видите я уже здесь немножко подготовил ну по край мере разместил потому что здесь все-таки нужно как-то выровнять наверно будет надо будет выравнивать землю да чтобы она как-то ровненько такая ровненько так было как-нибудь вот так вот было ровненько когда акцент врубаешь какой-то странный зачем-то непонятно для чего ну то есть чтоб у меня база не не ощущалось как будто я в пещере живу да а именно ощущалось как база да то есть полноценное базище то есть с более-менее примемы стенами да то есть ну как то так хотелось бы то есть пока и мере план у меня такой то здесь мы отбабахаем ровные стены я вас этим мучить не буду это я все сделал за кадром ну примерно вот сейчас наметим да и здесь у меня допустим временно по крайней мере будут какие-то площадки вот кстати опять же я смотрю сейчас наверно нужно углубить почему а потому что смотрите вот здесь вот будет космический корабль и у здесь будет космический корабль так как я хочу два принтера больших поставить вот сюда вот ну то есть или транспортные боксы и то есть они просто мне будут напросто заметь занимать место ну то есть как вот это вот хотелось бы чтобы здесь такой как бы именно тропинка что ли было как-то так так что мы немножко сразу подальше делаем вот так вот допустим об даже даже по моему даже по моему четенько ровно получилось нет мы конечно же скорее всего сейчас ровно не получится потому что либо наклон какой-нибудь будет не туда либо еще что-нибудь тут очень сложно на самом деле ну да я же сказал вот наклон видите выпирает наверх ну ладно пускай хотя бы такая стена будет в принципе визуально она когда на нее смотришь так она ровно и слава богу все так давайте еще пол немножко выровняем кстати вот вот тоже я неправильно делаю наверное сразу нужно выравнивать тем тем цветом которым мы будем с вами создавать так короче сегодня я создам не просто планета ход а как бы это сказать планета поясда есть авто поезд а вот у меня будет планета поезд вот так вот да то есть я сделаю с прицепом то есть один планета ход у меня будет с прицепом все выставляем здесь вот я смотрю опять же у нас не очень ровно так как-то получается опять какой-то склон но это ребят неизбежно я так и не нашел в итоге ровную поверхность примерно она вот ровная как бы на да то есть но если приглядеться она везде видно что она уходит как бы на какой-то как бы это сказать под каким-то градусом всегда уходит где-то вниз где-то вверх да то есть но это тоже понятно так отлично вот так вот подключим я думаю будет нормально единственное конечно сразу же вопрос становится питание 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 так можно его провести вот от этой и напрямки вот так вот как-нибудь да допустим давайте-ка я сначала подредактирую потолок ну примерно что-то вот так вот я провел уже немножко электричество себе подвел точнее то конечно можно принципе доработать тогда по-хорошему да блин вот вот всегда так всегда вроде бы такой думаешь ну все ну вот все все вроде бы все все вроде неплохо смотрится все отличненько все 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 блин а может быть доработать и вот так вот всегда так ладно еще попробуем сейчас так вот доработать чтобы посимпатичный был я тут постарался потолок сделать хотя более-менее такой нормально и вот немножечко стояем постараемся и стены тоже сделать давайте сразу снимем чтобы это все не мешало и подводочка подводочка красивая так об подключение об подключение но единственное что изгиб такое видите трубы трубы тоже изгибаются очень вот вы видите они вообще закрутились почему-то да то есть непонятно почему то есть ладно с этими точнее трубами а вот этой проводкой вечно какие-то непонятные проблемы так все подключение есть все отлично все работает все функционирует и так давайте это пока что сложим сюда куда-нибудь сюда куда-нибудь так вот это принтер вот куда-нибудь сюда корабль я потом перенесу его так конечно перенести нельзя но нужно будет взлететь и приземлиться так и что мы делаем с вами а мы делаем платформу конечно же платформы сразу же не средний а сразу же большие резине и резина и Алюминиевый сплав Мы уже это делали И по-моему две резины есть у меня Алюминиевый сплав тоже есть один Остается посмотреть Еще алюминиевый сплав Алюминий и медь нужно Медь по-моему у меня сразу делается Алюминий Ну как минимум должен быть Алюминий как минимум Вот он есть У меня такое чувство Что у меня уже большинство ресурсов точно есть Так забираем это И вот это Так Здесь сразу же А надо еще же один алюминий То есть в принципе мы сейчас запускаем Сразу одну платформу И начинаем создавать еще сразу один алюминий Точнее еще один набор ресурса То есть две резины и два алюминия Значит нам нужно Две меди и два алюминия К сожалению Эта система химической лаборатории Не позволяет Не позволяет как бы Сделать так Чтобы у нас производилось сразу там Ну подряд несколько штук Допустим как в печи Да то есть мы же здесь просто Включаем или выключаем печь И она у нас либо плавит Либо не плавит Все ресурсы которые мы сюда кидаем И которые можно расплавить Она будет плавить пока мы ее не выключим То есть вот это конечно хорошо Но то что здесь так нельзя Допустим заказать Ну поставить Чтобы она производила Не знаю вот допустим Алюминиевый сплав Нагрузить сюда ресурсов Да которые нужны И она бы автоматически Это все делала Это было бы круче Чем то что сейчас есть С энергией как видите Все в порядке Все у нас Шикарно Так остается у нас резина Сейчас давайте Графен Господи графен Это самый забавный Ресурс Так вот резина Органика И смола Так Органика И смола Я Вот Такое чувство Что органику привозил Ну конечно же у меня Это чувство Постоянное Потому что мне кажется Что я очень много Что привозил Придется сейчас За органикой бежать А ну вот Есть одна органика Есть одна органика Но она только одна Ну ладненько Так давайте мы Сразу скинем Сюда что нибудь Сразу одну скинем Смолы Ну смола Тоже не проблема В принципе Пойдем набирать Набирать еще Где нибудь Органику На самом деле С органикой Нет проблем Да то есть И вот Знаете Забавно читать Комментарии От людей Которые играли В предыдущей версии Ну и они типа Такие спецы И дают советы Что там На поверхности Очень много органики Нет ребят Нет Нет и еще раз Нет Теперь органика Добывается И исключительно Из таких Желтых Ресурсов Желтого ядра Так скажем Да вот Вот эти Вот Вот это вот Органика Вот это вот Органика Все Вот это вот Органика Вот она В большом количестве Как видите Здесь присутствует Но опять же Ее просто нужно Собирать Вот и все Кстати Я сейчас подумал Почему разработчики Не сделали Какие то фермы В которых бы Выращивалась Ну органика То есть не обязательно Какие то растения А именно вот Ресурс органика Это было бы интересно Какие нибудь Не знаю Теплицы Да или что то такое Почему кстати Вот ребят Вот пишите в комментариях Это было бы круто Мне кажется Да конечно Можно сказать Опять эти фермы В каждой игре фермы Но В космосе Я думаю Как бы Жизнь должна Как то поддерживаться Но в данном случае Она не нужна Нашему персонажу Да Но Нужны же ресурсы Для этого В принципе Кстати Это было бы интересно На мой взгляд Так Еще давайте Одну резину Вот так вот Собственно Поехали И еще одну резинку Да я забыл Так А все остальное Пока что можно сложить Без разницы куда Хоть я и пытаюсь Как то Знаете Как бы это правильно сказать Настроить свой склад Но я думаю Нафиг с ним Потому что Потому что Оно просто Не Получается Не получается Сделать так Чтобы Склад был Гармоничным Ну как бы Каждый ресурс Лежал в своем месте Всегда Торопишься Всегда Куда-то спешишь Да Быстрее 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 И поэтому Получается свалка Так что Ничего страшного Особенно забавно Что Некоторые люди Пишут Типа Как ты упустил Лошара Там один ресурс Лежал Допустим Знаете Когда тебе нужно Допустим О гидрозине По-моему Шла речь Когда тебе нужно Много гидрозина А ты пропустил один Ну типа О том что ты Съездишь и перевезешь Еще там Десять гидрозина Ничего страшного Не будет Время потраченное В игре Оно как бы Его нельзя Жалеть на игру Особенно на выживалку Ну это мое мнение Так У нас все В порядке То есть у нас Все теперь Производится Единственное Что остается Ну не единственное На самом деле Комплектация Это очень важный момент Во первых Мы ставим Ну простейшую Кабину То есть мы ставим Самую маленькую кабину И кстати Говоря Мы даже ее не ставим У меня она есть Я же съездил И привез Вот она Так Это первое То есть у нас Этот комплект Есть То есть Допустим Вот так вот У нас будет транспорт Главный Да Который будет тянуть Так Дальше Дальше нам нужно Изучить с вами Некоторые вещи Приспособления Я бы сказал Так 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 Не то Не то Не то Не то Сейчас дайте сообразить Просто надо найти Где это еще Находится Так Средний Шрёдер Давайте изучим Я его наверное Сейчас установлю На свой транспорт Десантная капсула На нее у меня Есть свои мысли Мы с ней Тоже разберемся Так Двигательный Твердый Лебедка Давайте изучим Тоже сразу Так Хотя лебедка Наверное Не нужно было изучать Лучше бы мы изучили Буш Ну ладно Ничего страшного Так Так Ветряк Средняя Ветротурбина Так Дальше 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 Что мы делаем Так Давайте посмотрим Как у нас создается Где точнее Создается у нас Камера Плавильная печь Химолаборатория Атмосферный конденсатор Транспортный бокс Не здесь Шрёдер То есть Переработчик Давайте посмотрим Так Так Не здесь Что он На маленьком Что ли Принтере делается Серьезно А да Средний Шрёдер Прям Он оказывается Манюсенький Такой Я то думал Он Ну типа Прям Ну огромный Блин Ладно Давайте Пока что Сделаем Из железа Нет Я ничего не сделаю Потому что У меня железа нет По моему Да Из железа Я ничего не могу сделать У меня только На дно железа лежит И второго Я больше Не Вижу Да Больше У меня железа По моему Нету Ну может быть Где то Лежит Но нет Вроде бы Не должно Ладно Ничего страшного Давайте посмотрим И знаете Что с вами Так Где у нас Большой Шрёдер Наверное Где то здесь Уж Понятно Да А ну вот он Большой Шрёдер 2000 Байтов Железо И Корбид Вольфрама Вот эту штуку Уже можно По моему Она уже Устанавливается Таким Мощным способом На Очень мощным способом Ставится Уже Прикрепляется На платформы Так По хорошему Знаете Что здесь Нужно сделать Кран Ну Как бы это Вам объяснить Чтобы облегчить Себе жизнь То есть Ускорить процесс Добычи Того или иного Ресурса Это очень выгодно Потому что Кран складывает Сразу же Сразу складывает На Ну Как бы это Правильно Это выразится Да Господи Сразу на все склады Вот Вылетел из главы Слов Так Давайте посмотрим Как кран у нас Вот он Кран 3500 байтов Ну Байты нужны Для этого Это не проблема Так Не проблема Только потому Что мы Можем сейчас Огромное количество Привести Привести Исследовательских Капсул Этим мы И займемся Но сначала Мы все-таки Кстати О Точно Блин Мысли спешат Не успеваю Зовсем Надо будет Знаете Что сделать Надо будет Какое-то Отдельное место Для исследований Сделать То есть Я теперь могу Привозить Исследовательских Капсул Много Нам нужно будет Сделать отсек Какой-нибудь Где у нас Будут Стоять Три Ну наверное Три Исследовательских Вот этих Отсека Камеры Исследования И на них Будут Проходить Исследования И добываться Мне Байты Там же Будет Склад Для Разнообразных Капсул Исследования Так Что нам сейчас Нужно Нам нужен Ветряк Так Стоп Давайте Нет Не будем Торопиться Нам нужно Средняя батарея Литий Цинк И Литий Для этого Нужен Ах ты Стараза Не люблю Когда так Происходит Ну Так как Игра Так как Игра Еще направлена На Приставки Поэтому Здесь Такое Упрощенное Управление В принципе По хорошему Только Зажатой Какой-нибудь Кнопкой Можно было Сделать Так Чтобы Она Перекидывалась Тебе В инвентарь Но так Так как У приставок Нету У PS4 Или Xbox Нету Дополнительных Еще кнопок То приходится Жертвовать Чем-то Так Ставим Платформу Точнее не платформу А ставим Батарею И она Начинает Сразу У нас Заряжаться И это Будет Как бы Дополнительное Питание Для нашего Транспорта Это Раз Нам Еще Нужно Сделать Солнечную Батарею Большую И Ветродуй Я Так Считаю Ветродуй Должен По-любому Быть Потому что Мы можем В пещеру Зайти Или еще Керамика И стекло В пещеру Зайти Или Еще куда-то Залезть И там Нам Понадобится Понадобится Какой-то Альтернативный Альтернативный Источник Энергии Так Керамика Да ладно Ты будешь Сейчас прикалываться Что ли Что у меня Керамики Нету Серьезно Цинковая Руда Не переделана Давайте Переделаем Серьезно А Ну Хотя бы Глина Есть Хотя бы Глина Есть Хотя бы С этим проблем Не будет Нет Реально По-моему Керамики Я не вижу Так Ну ладно Ничего страшного Давайте тогда Пока что Сделаем Солнечную Панель Для этого Опять же Нам нужен Так Нам нужен Литий И цинк Так Исследование Завершено Давайте сразу Следую Поставим Добыча Байтов Ну Вообще С этим Нету Никаких Проблем Просто В данный момент У меня Байты Кончат Потому что Я очень много Исследовал Да И Так А Стекло Иметь А Окей 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 Я что то все Перепутал Литий И цинк Нужны только На батарее Значит Понятно 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 Ну в принципе Ну в принципе Кстати Вот там Хватает мне Буквально Три солнечные Панели Да Больших Мне хватает Для того Чтобы Сделать Запитывать Все Ну днем Все свои батареи Которые вот На данный момент Есть Так Ставим еще батарею Конечно же На транспорт Куда нибудь Ну куда нибудь Без разницы В принципе Здесь Назад Допустим И Что у нас там Так И Керамика Так И Получается У нас Ветродуй Средняя Ветротурбина Возможно Когда-то Появится Большая Ветротурбина Да Хотя Вот смотрите Я уже Не знаю Зачем Есть еще Средняя Солнечная Батарея И появится Возможно Большая Солнечная Батарея Но На данный момент Вот Мою базу Сейчас Если я даже Ее полностью Загружу Вся Моя Добыча Энергии Которая Сейчас Происходит Она Справится Вот тут смотрите Весер Да Сквозняк Так Ну че Давайте Подсоединяем Погнали На самом деле Опять же Можно Можно еще Одну батарею Установить Типа Может быть Кстати Да Может быть Кстати И да Все Подсоединение Произошло Так Все Хватит Хватит Красть Энергию Базы Смотрите Мы можем Подсоединить Батареи Либо вот так Вот Либо спереди И я вот думаю Как лучше Я наверное Сзади Все таки Поставлю Потому что Если надо Будет уж Мне подсоединить Ну или Добавить Электричество От базы Я думаю Ну всегда батареи Можно просто Будет перенести И я подумал Что я еще Одну батарею Сделаю Пока что На данный момент Как бы у меня Такая мысль Появилась Что как будто бы Мне не хватит Энергии И получается У нас Раз два Три Четыре Пять Шесть Семь Семь слотов Для складов Есть Если я построю Кран Клан Блин Если я построю Кран То Минус два Слота Да То есть Потому что Кран устанавливается Вот На четыре Слота Сразу Все Пускай Добывает Энергию Все Отлично Так Берем На всякий случай Вот так Вот И Можно Отправляться В путешествие Я сразу же Все Вот такой у нас Получается Довольно таки Гармоничный Нет Давайте-ка я куда-нибудь Вот туда поеду Сразу В глубину Мы сейчас Я хочу Что Я сейчас Хочу Ресурсов Поднабрать И Набрать Еще Ой Тут как Все плохо Все плохо С тем Что Проехать Очень сложно Транспорт У нас Большой Становится Сразу Ну ничего Как-нибудь Как-нибудь Вытянем Можно набрать Ресурсы Теперь Любые О Медь Сразу Можно набирать И вот сейчас Вот Было бы Очень круто Даже Практически Я Я могу Ошибаться Но возможно Даже Не нужно Вылезать Из транспорта Чтобы пересесть В кран Если я не ошибаюсь То есть я бы Сейчас пересел Просто в кран И Сразу бы Начал добывать И сразу бы Все начало Складываться На склады То есть Мне даже Не нужно было бы Перекладывать Кран Это тема Короче К следующей Серии Возможно Мы замутим Кран И Что-нибудь Придумываем С этим Ну хотя Что придумывать Просто ставим Кран И все И управляем Так Здесь Теперь С таким транспортом Нам приходится Придется Заделывать дырку Потому что Ну хочешь Не хочешь Но транспорт должен Как-то Хотя Попытаться Проехать Ему нужно Давать шанс Конечно Он и так Скорее всего Мог проехать Но Но лучше Как сказать Обезопасить себя Да Вот так Отличненько То есть Собираем ресурсы Собираем Все возможные Ядра И потом Я их Привезу Чтобы это У нас Все было Ну вот Уже Собственно Говоря Первая Добыча Первая Добыча Там вот Сейчас Еще Вот Одно Ядро Конечно Не очень Дорогое Но Че Нет Почему Нет Будем Возить Все Так Желатерит Алюминий Можно Привезти Но Этот Ресурс Не так Важен Конечно Очень Много Конечно Сразу Хочется Всего Привезти Сразу Все Загрузить Хочется А в Принципе Еще Какая Разница Ресурса Мало Не бывает Алюминий Он Такой Знаете Типа Подлый Ресурс Его Не надо А потом Нужно В большом Количестве Так что Я его Тоже Соберу Ну А на этом Я буду Заканчивать Надеюсь Вам Эта серия Понравилась Мы Такой Создали Поезд Начальный Его Еще Дорабатывать Нужно На него В любом Случа Я поставлю Кран В любом Случа То есть Это Последняя Комплектация Его будет И Возможно В дальнейшем Я сделаю Отдельный Транспорт Скорее Всего Я так Думаю Который У нас Будет Добывать На который Точнее Я поставлю Шрёдер Большой И он У нас Будет Ездить И перерабатывать Осколки Этому Я наверное Даже Прям Целую Серию Посвящу Такой Знаете Сделаю Мусорщика Такого Блин А зачем Я Цинг Взял Еще Такое Чувство Как будто Я что-то Не создал Да Такое Ощущение По крайней Мере Ну Ладно Всем всего Спасибо За просмотр Встретимся Уже Субтитры